Ну что, ваш юный скейтбордист доехал! Поставлю тебя сюда. Привет, с вами Джейн Кравит. Так, что у нас там? Песни, которые звучат одинаково, да? Посмотрим, какие песни вы мне прислали. Но погодите-ка, сначала время для дисклеймеров. В общем, я Карди Би, и я хочу сказать за Джейн. Она не пытается обидеть или оскорбить ваших любимых певцов и так далее и тому подобное. Она просто ищет и находит одинаковые песни и показывает их вам. Они просто звучат одинаково. Ничего личного. Пить? Отличненько. Сразу начну с горячего. Хат-хат-хат. Я даже если бы хотела игнорировать эту песню, я бы не могла игнорировать эту песню, потому что ее прислали мне очень много раз. В общем, я включу эту песню просто сразу, чтобы вы поняли, о чем речь. Я люблю, ненавижу, у меня срывает крышу. Да, это та самая песня. Песня «Карнавал, психушка». «Карнавал, психушка» звучит очень многовещающе. Отличненько. Замечательненько. Слушаем еще раз «Психушку». И просто бум. Ну, припев тут просто подчистую, скажу я вам. Разный тюнинг. Тюнинг. Как будто это машина. Тональность. Тональность. Спасибо. Самое интересное. Название песни «Психушка». «Психушка» — это тематика бибирексы. А еще в песне есть слова «Мой доктор сказал, все будет хорошо, все в этой песне бибирекса намекает на то, что она в психушке находится в нестабильном психическом состоянии. Спасибо за эту песню, ребята. Она реально прям нереально похожа на бибирексу. Ну, конечно же, можно довести до ума и сделать эти песни прям максимально похожими. Что я и сделала. Слушайте. Одна из самых приятных вещей, с которым можно провести спокойный и уютный вечер — это книга. Например, в моем случае книга про музыку и истории любимых музыкантов. Расскажу вам о трех из них. Уверена, многим из вас обязательно понравится история ливерпульской четверки «The Beatles». Эта книга серьезно расскажет вам о любви к музыке и о создании популярных знаковых песен. 18+. Книга Blackpink окунет тебе с головой в биографию талантливых кей-поп див. Книга подойдет как блинкам, так и тем, кто только начинает интересоваться кей-поп-музыкой. Если ты более творческий и более молодой человек, то я рекомендую тебе фан-бук «Билли Айлиш», которым есть все для веселого и лайтового времяпровождения. В фан-буке вы найдете стикеры, интересные факты, раскраски и, конечно же, много свободного места для твоих записей и рисунков. Еще больше книг о музыканте для разных возрастов, себе или в подарок, вы найдете на Wildberries. В рамках специальной акции, сейчас там скидки. Ссылка будет в описании. Песня чувака под никнеймом Bonaparte. Песня называется «Жаном, если ты». Песня звучит очень мило, очень приятно. Прямо как у Финниса, брата Билли Айлиш и самостоятельного певца, конечно же. Поехали сравнивать. В итоге, что сделал этот парень Bonaparte? Бонапарт. Попытался завоевать весь мир. А нет, это не тот, да? Вот сколько я снимаю видео про одинаковые песни, я не могу перестать удивляться, потому что это невозможно. Невозможно. То есть, Bonaparte взял такой, послушал песню Финниса. Мне настолько нравится эта песня, что я позаимствую у нее один аккорд, может быть, два. Может, вокальную мелодию тоже можно взять себе? Ну, текст какой-то на английском как-то. Жаном, если ты. Ну, отлично получилось. Следующая песня. «Раса, кошка». Припев песни «Раса, кошка» – это точная копия припева песни «Прочь», «Терновой» и «Амчи». Да что ж такое! Эту песню уже скопировали столько раз, столько раз! Из этой песни прям все выкачивают, выкачивают и выкачивают этот несчастный припев. Раз так часто эту мелодию заимствуют, то, видимо, песня удачная. Ничего другого я сказать не могу. Получается, как будто у «Расы» вышла какая-то более танцевальная версия песни «Прочь». Вот и все. Мне кажется, что песня Моргенштерна «Кадиллак» похожа на песню Камил Кабельо «Фит Ян Та». То есть на Хавану. По-моему, бит очень похож. Предварительно что-то я сомневаюсь, но давайте послушаем. Блин, вот знаете, мелодия может быть чем-то отдаленно напоминает песню Камил Кабельо «Хавана». Но они не могут быть одинаковыми. Как минимум, у них супер разный, абсолютно разный жанр. В связи с чем их сложно сравнивать. Но я заметила такую прикольную штуку. Если вырезать вокал Камил Кабельо, вставить ее песню «Кадиллак», то они прикольно сочетаются. Короче, вывод. Моргенштерну и Камил Кабельо можно записать в «Фит». Не за что. Мне прислали эту песню в директ очень много раз. Я игнорировала. Не хотела про это говорить, но дело в том, что новая песня Леди Гаги «Бэйбилон» очень сильно похожа на старую песню «Мадонны Бок». Да. Ну, как вы знаете, Леди Гага была огромной фанаткой Мадонны до того, как Мадонна не начала говорить плохие вещи про Леди Гагу. Она слушала много песен Мадонны. В голове по-любому отложились какие-то мелодии, которые сейчас в течение времени всплыли в ее голове. Моя подруга скинула мне вот это. В общем, это фишка Трэвиса Скотта. Астра Ворлд. Алло. Алло. Я попыталась почитать комментарии под этим клипом, но никто, никто, вообще никто не писал про то, что эта башка похожа на башку Трэвиса Скотта. Потому что все комментарии были заполнены только одним. Что-то типа «Е-мое, это же песня 21st Century Girl». И это реально так. Алло, это же BTS. Песня группы А-студио Тик-Так и Чарли Путт «Attention». Эти песни не идентичны, но такое чувство, что все-таки группа А-студио вдохновилась творчеством Чарли Путта. Потому что этот специфичный бас есть у Чарли Путты. Поэтому мой вердикт такой. Подхвачено. Не скопикэтчено, но подхвачено. Дальше. Twice More и Fifth Harmony Work. Послушаем. More, 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 more and more. О, да. Здесь я прям согласна. Здесь прям очень похоже на песню People's Harmony. Я не удивлюсь, если они даже выкупили сэмпл. Привет, давно знаете песни, но только сейчас заметила, как они похожи. Кристина Айгилера – Beautiful и Тина Кароль – Картины любви. Вообще скажу так. Я не могу вставить полностью эти песни, чтобы вы сравнили, но эти песни определенно похожи. В особенности, они похожи именно вот инструменталам. Вся инструментальная часть, ну прям нереально похожа. Я прям практически уверена, что песня Тины Кароль была написана под большущим вдохновением под песней… Чего? Ну, короче, они похожи с песней Beautiful. Я потеряла свою мысль. Я заметила похожие песни, а точнее припев. Неа. Some Say и Эфель 65 Blue. Ну, конечно, конечно же, они очень похожи. Песня Blue, она очень старая. Невозможно спокойно слушать песню не Some Say, потому что ты в припеве невольно начинаешь петь В детстве я считала, что клип на песню Blue просто верх графического искусства. Капец! Как они так круто сделали клип! Это же невозможно! Эти пришельцы такие реальные! Но что-то в этой игре какая-то графа не очень. Что-то мне не нравится в качестве отражения. Какое-то так себе нереалистично. Сейчас все совсем по-другому. Я заметила, что новая песня Эли Голдинг Пауэр в припеве очень похожа на песню Дуа Липа Be The One. Посмотрим. Почему я показываю всегда туда? Давайте посмотрим. Да, там разные аранжировки, разные темпы, но в целом да, вокальная линия прям очень похожа. Вроде как в комментариях под этим клипом я прочитала, что Эли Голдинг вроде как выкупила сэмпл у Дуа Липы, поэтому никаких вопросов. Дула Пип? Я. Во время своего фан-герлинга по Леди Гаге и ее новому альбому я сказала, что песня Сао Кеннеди с Blackpink очень похожа на песню Кэти Перри с Wish Свиш. И мне скинули еще одну песню, на которую похожи все эти песни. У этих песен очень схожий стиль музыки, из-за чего нам кажется, что они прям нереально похожи, хотя если там разбирать вот это, заниматься вот этим всем, то на самом деле окажется, что они по-разному построены, разное все, разное то, разное это, но чисто на слух они действительно звучат очень похоже. Привет, я нашла плагиат, который достоин твоего внимания. Yellow Coldplay, но я упал в небо, Григорий Лепс. Григорий Лепс, ну, конечно, давайте послушаем его. Упс, да, бывает и так. Сейчас будет не совсем одинаковая песня, но очень похожие клипы. Все смотрели клип Blackpink, дур-дур-дур, офигительно снятый клип, просто там спецэффект, на-на-на, все так красиво, динамично. И, угадайте, что? Некая дама, которую зовут Гульнас Чиныбек Кызы, написала песню, или ей написали. В общем, эту певицу я не знаю, но все фанаты Blackpink накинулись на эту девушку, потому что посчитали, что она стырила некоторые моменты у Blackpink. Действительно, в клипе присутствуют моменты, которые есть у Blackpink. Сто пудов они позаимствованы. Вы скажете, откуда я знаю? Ну, а как еще может быть? Ну, ладно вам, блинки. Клип вот этой девушки, он малобюджетный. Они просто пытались сделать, видимо, хоть что-нибудь. Сделать хоть какие-нибудь классные фишки, которые они стырили у Blackpink. Что с нее взять? Господи, о, ладно вам. После их совместной песни с Леди Гагой все, я на них потела. Так что, если моих видео будет чаще появляться за Blackpink, вы знаете почему. Blackpink! О, правильно, нечем ручонками махать. Приглашаю вас в ответственную миссию. Серьезно. Присылайте еще больше песен, которые звучат одинаково. Желательно, те, которые вы послушали и такие, вот эти вот песни присылайте мне в директ, в инстаграм. А еще есть причина подписаться на мой инстаграм, потому что... Ну, давай, скажи, почему же? Почему же нужно подписаться на него? Потому что, как только у меня выходит видео, я сразу заливаю в инстаграм в сториз. Заходите на мой канал Дом Знаменитостей. Вот там чё? А там крутые новости про знаменитостей. Знаменитостей, не только новости, на самом деле много всего смешного, всякие приколюшки. На случай, если вы любите знаменитостей, то вам просто это надо. Так что заходите туда обязательно. С вами была... Кринкровиц! Ух ты! Пока! Я пошла кататься завтра, через два дня, когда-нибудь потом. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok